Ребята, посмотрите, я в джунглях. Вот такие тут леса у меня непролазные просто, посмотрите, лианы. Здесь есть анаконды, тарантулы, леопарды. Да ладно, шучу, я не совсем в джунглях, я в прекрасном месте, друзья. Привет, друзья, подписчики мои, что мы с вами сегодня делаем? Сегодня я вам покажу мою любимую настольную игру, и с детства Рыжий Ап открывает Америку. И у нас настоящие игры с настоящими фишками, вот так заявляет. Как вы думаете, ребята, кто издатель этой игры? Издатель компании Звезда 2000, это 3-4, ну вот туда куда-то. Очень классная игра, сразу рассказываю, что, во-первых, у нас еще есть дополнительно в подводном мире, в заколдованном лесу, в космосе, и Рыжий Ап в Лукоморе. Я мечтал об этих играх всех, но у меня была только одна, поэтому она у меня заиграна, там даже фигурка однословно. Тем не менее, тем не менее, все здесь. Посмотрите, какой красивый арт, игра для всей семьи. Здесь у нас сок Рыжий Ап. Рыжий Ап, если вам интересно, это был такой бренд, не бренд, йогурты, соки, вот такое вот детское. Кстати, были довольно очень вкусные, я бы и сейчас попил. Вот, и у них был такой своеобразный мерч, ну вот, допустим, настольные игры. Было что-то еще, вероятно, скорее всего так. Это интересно, то есть ты мог и попить сок, и поиграть в игру. Прикольно они делали для детей. Что же у нас в комплекте? Это не просто настолка с кубиком. Здесь мы должны будем собрать все континенты. Приключения. У нас есть правила. Вот оно что. Правила игры, подготовка к игре и бла-бла-бла. Это я вам сейчас расскажу. У нас в комплекте горы карточек. Вот они. И нам предстоит их собирать. Собирать с друзьями. Игра рассчитана на 4-х человек. Человеков. Вот. Ну и, а больше и не надо. Знаешь, мама, папа, я и веселая семья. Вот и все. Сейчас много тут. Мы, короче, я расскажу. Значит, вот это было нами неправильно вырезано. Это должен был быть лист вот такой, как вот этот. А мы его вырезали. Надо было вырезать вот эти картонки. Мы перепутали немножко и так всю жизнь играли. Значит, где у меня коробка? Коробка, ой, не коробка, а игровое поле. Игровое поле выглядит следующим образом. Значит, раскладываем его. Раз, два. Поле на самом деле достаточно большое. То есть нам нужен прям такой солидный массивный столь. Для этого дела. Вот такое красивое поле. И дополнительные усложнения и механики на этом поле. Все продумано. Все классно. По фигуркам, что мы видим? У нас есть Рижи Эп. Вот так он выглядит красивый. У нас есть вот такая вот, куда пошла, крыса-мышь, за которую никто не хотел почему-то играть. Не знаю почему. У нас есть офигенный песик, которого я обожал всегда им играть. И у нас еще есть котик. Но котик, к сожалению, со временем пострадал и превратился на где-то его ноги. Ноги есть. Вы не подумайте. Вот. Вот ноги. Все у нас в комплекте. Все у нас есть. Перед началом игры, что мы делаем? Вот эти вот карточки, в зависимости от того, сколько людей играет, 2, 3 или 4, мы их... Что-то мне тут пишут почему-то. Не знаю почему. Ладно. Мы их раскладываем туда, где написано. Вот Южная Америка. Мы ищем карточки с таким названием. Это у нас северная. Тихий-тихий-тикий. Так, вот. Вот сюда. Чик. Расставляем. Дальше. Вот кругосветное путешествие. Мы его кладем вот сюда вот в нижнюю часть нашей карты. Ну и так далее разложили. Допустим, представили. Затем бросаем кубик и ходим. Направление, по какому мы пойдем, мы выбираем сами. То есть нам надо собрать все 7 карточек. Как это сделать, мы выбираем сами. То есть мы можем пойти сначала вот сюда вот наверх. Можем пойти вниз. Можем пойти направо. Здесь слышите гром? Если что, это и гром. Да, настоящий. Не на компьютере нарисованный. Можем отправиться в кругосветку, попав вот сюда. Раз, два, три. Телепортируемся и идем на другой конец карты. Но не думайте, что все будет, друзья мои, так просто. В игре есть куча усложнений. Давайте мы про них и прочитаем. Значит, смотрите. Дополнение. Вот смотри. Игроки по очереди бросают кубик. Бла-бла-бла. Из игроков пять. У другого три. Ходят первым. Понятно. Чтобы сделать ход, надо подвинуться. Вот. Каждый раз, когда на кубики выпадает один или два, вас ждет встреча с какой-то случайностью. Насколько она приятная, вы можете заглянуть в лист случайностей. Которые мы порезали, к сожалению. Но я вам покажу в любом случае. О, дождь пошел у нас тут. Итак, смотрим. Значит, бунт на корабле. Пропусти ход. Добрый ветер. Брось кубик еще раз и делаю путь двух этих ходов. Корабль дал течь. Выходите медленнее и так далее. Но самое-самое грустное это вот. Рифы. Бросьте кубик. Если в нем выпало один или два, ваш корабль у-та-та-та. Ну, нужно начать путешествие с самого начала. Вот такая вот история. О, ребята, там ливень. Капец. Но мы-то с вами здесь про нас толки. Ливень и гром это прекрасное дополнение к нашему ролику. Можем послушать, между прочим. Вот сейчас. Я... Ладно, помолчи. Давайте. Я бы, честно признаться, конечно, мог бы записать это в другое время. Подожди, пока дождь пройдет. Но так же прикольный. Так аутентичный, друзьяшки мои, пирожочки. Далее. Помимо вот этого, друзья, опасных моментов. Это вообще опасные моменты. Это реально очень жесткие карты. Есть еще дополнительные такие вот кружки. О-о-о. Кружки вот эти. Посмотри. На самом поле. Что они значат? Почитаем. Кит. Одним ударом хвоста могучий кит повредил корабль. Рыбопила. Пропусти ход. И так далее. Список здесь достаточно большой. Но я, кстати, не сказал вам самого главного. Самое главное. Не просто пройтись по всем точкам чекпоинтов. Вот здесь видите, я в прослете от комаров сижу. Здесь мне вот уже усянули. Вообще негодяи. Значит, главная задача пройти все точки и вернуться обратно в Испанию. То есть, мало того, что забрали все карточки, вам нужно их еще довезти обратно. То есть, Рыжий Ап помогает нам попутешествовать и привезти, так скажем, сувениры из других стран и других континентов. Вот. Единственное странное, почему вот в этой игре Африка никак не задействована, мне кажется... Сейчас покажу. Что где-то, не знаю, вот здесь можно было дополнительный чекпоинт сделать. Потому что игра называется «Края в Америку», но тем не менее Австралия, Китай, Индия присутствуют. А почему бы не сделать Африку? Она тут как бы есть, я не знаю. Вот такая, друзья, мы играем. Я надеюсь, что у кого-то проснулась ностальгия. Потому что по-любому у кого-то была такая настолка. Я даже, ну, я точно знаю, что у кого-то была такая прекрасная настольная игра. Вот. Напишите в комментариях, что вы думаете касаемо этой игры. С вами был лучшедущий я. Огромное спасибо, что потратили деньги, ой, деньги, время на мой ролик. Причем, обратите внимание, дождь уже закончился и гром прогремел. Вот. Я, наверное, пойду поиграю в эту прекрасную... Вот этого котика, да, подклеить, я вот думаю. Все, надо как-то его... Чик-чик-чик. Все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем удачи, всем. Пока-пока, ребятки.